Работать в городской больнице чрезвычайно престижно. Почему вы ушли? Как прошло собеседование? Я скрыла, что меня уволили. Сказала, что сама ушла. Наше общество стало слишком прагматично. Без лжи никуда. Почему я невольно лгу, когда касается моих интересов? Если мы хотим быть честными, но не устраняем проблему лжи, то это неподлинное покаяние. А без него не видеть нам Царства Небесного. Госпожа Чен, как вы предполагаете справляться с обязанностями? Прежде всего, я бы хотела внести поправку в анкету. Чтобы быть честными людьми, мало покончить с ложью в словах. Нам еще нужно устранить лукавство в наших сердцах. Сатана развращает людей через их сердца. Дегуан, что с тобой? Дегуан! Дегуан! Мама, я полностью посвящаю себя Богу. Исполняю свой долг. За что ты, Гуану, такое? Ну, я понимаю, какие муки тебе выбыли. Но нам нельзя винить Бога. Бог говорит, сколько таких, которые верят в меня лишь для того, чтобы требовать от меня большего материального богатства. И сколько таких, которые верят в меня просто, чтобы провести свою жизнь в безопасности и чтобы пребывать целыми и невредимыми в мире грядущем. Поэтому я говорю, что человек верит в меня по той причине, что я даю ему слишком много благодати. И поскольку есть еще слишком много того, что можно приобрести, я все еще торгуюсь с Богом. Разве это не еще более серьезное лукавство? Узнаете человека на фотографии? Никогда ее не видела. Компартия преследует верующих в Бога. А ты еще на собрания ходишь. Верить в Бога в стране, которой правит Компартия, жить поистине, иметь Божье спасение и не подвергаться гонениям – это невозможно. Бог говорит, если ты готов выкладываться полностью, если ты способен пожертвовать своей жизнью ради Бога и оставаться твердым в свидетельстве, если ты честен до такой степени, что стремишься лишь быть угодным Богу, не оглядываясь на себя и не принимая ничего для себя, тогда я говорю, что именно эти люди вскормлены во свете и будут жить вечно в Царстве. Субтитры создавал DimaTorzok